С вами креативное издание Fashion Concert и я, Катерина Цыганкова. Копать или не копать? Вот в чем вопрос. Ответ хорошо знает радиостанция «Дача». Сегодня, 21 апреля, в Крокус-Сити-Холле звезды российского шоу-бизнеса перевоплотились в ярых дачников. Посмотрим, что из этого вышло. Расскажите, какое идеальное утро для вас на даче? Идеальное утро на даче – это чтобы никто не будил. Я люблю заснуть попозже. Я ложусь в 3-4 дня, утра ходить, ночи. У меня просто смещен график. Наверное, это привычка из-за работы. Работа есть и поздняя, когда еще были ансамбли. И веселые ребята – это после трех концертов в день. Мы приходили в гостиницу часов в 12, и в час ночи не могли успокоиться, естественно. Поэтому, дай бог, засыпали часа в 3 ночи. А иногда вообще не засыпали. Скажите, в чем для вас прелесть дачной жизни? Чем вы любите заниматься на даче? Я люблю, во-первых, высыпаться, потому что за городом спится просто невероятно здорово. Я люблю смотреть кино. Я, в принципе, кино люблю смотреть везде и всегда. Я люблю встречаться с моими подругами, которые, в общем, у меня с раннего детства. Именно вот на даче как-то мы с трех лет дружим. Я люблю купаться в Неве, в бассейне. Ну, не знаю, не могу сказать, что люблю ходить по лесу гулять. Но вот, наверное, ходить к гостям-подружкам – это самое первое, самое важное занятие на даче. Ну и, конечно, отдыхать – это самое важное. Ну, провожу по-разному, в зависимости от ситуации. Вот сейчас весна, поэтому там надо делать какие-то такие приготовления к летнему сезону. Красить деревья, знаете, белой красочкой, чтобы там зайцы не прибегали и корку не грызли. Подстригать там всевозможные кустики, сажать что-нибудь на огородики. Он у меня маленький, но есть. Ну, в общем, всякие такие хозяйственные дела. Ну, в том, что можно ходить с секатором, подрезать соседям сорняки. На моем участке уже нечего. Он у меня ухожен, и он не такой большой. Все, что можно, уже вырезано. Теперь жду сорняки у соседей. Секаторы заточила. Уже даже на таганке возле дома посадила много всего. Но не съедобного, а просто декоративного. Уже там подрезала. Сейчас поеду, у меня в машине секатор и удобрения для хвойных. Это не дача, это загородный дом. Я живу там именно 12 месяцев в году. Поэтому для меня это настоящий дом. И вся прелесть в том, что я могу утром выйти на улицу, и все мое, лес, река, солнце, голубое небо, птицы вокруг, это все мое. И я не представляю, как можно жить в квартире, особенно летом. Нереально. Прелесть дачной жизни в том, что тебя никто не мучает, если ты не берешь на дачу свой мобильный телефон. А чем занимаетесь обычно на даче? Копаю. Что, копаете? Яму. Яму для чего? Врагов. У вас есть враги? Конечно, у каждого. И как с ними боретесь? Закапываю. На даче надо пить чай с пряниками, шашлыки дача. Что еще дача? Дача это компания веселая, дача это музыка классная, гитара, камин, собака большая. Самое главное на дачном столе? Свежие овощи и фрукты. А сами придерживаетесь диет? Ну, вы знаете, это не диета, овощи и фрукты это нормальная пища, здоровая и правильная. И я не только придерживаюсь, я еще и выращиваю у себя на огороде очень много разных культур. Поэтому вся моя семья снабжена. Еще я катаю банки с различными соленьями в осень и в зиму. А в этом году я даже начала строить себе зимнюю теплицу, в которой хочу перенести все летние сорта, которые выращиваю на даче. Я не люблю готовить, поэтому не удивляю, а только принимаю, веселю, наливаю. Вот это я, да. А у меня есть, конечно, помощники, которые вкусно готовят и накрывают стол. Слушайте, друзей я встречаю на даче, ну, опять же, повторяюсь, на своем доме загородном, в котором я живу, с распростертыми объятиями, с горящим мангалом и в ожидании свежего мяса, которое они мне принесут. Ну, а так, конечно, очень радушно, искренне от души. И потрясающе, когда это происходит именно летом, потому что на большой террасе можно посидеть до захода солнца, почувствовать комариный писк, попеть под луной. В общем, я очень люблю, когда ко мне приезжают мои друзья, особенно летом, потому что, говорю, повторяюсь, что это можно делать на природе. И, например, я вам скажу, например, порезал помидорчики. Сейчас казахстанские продаются хорошие, вот, завезли. Стоит всего 500 рублей килограмм. Настоящие, знаете, с зелеными семечками внутри такими, зеленоватые, чтобы прям они вкусные. А бывают они похожи на настоящие, но сами они цифровые все равно помидоры, не настоящие. Приходят тебе гости, ты режешь помидорчики, режешь, раз их в тарелочку, чуть маслица, красный лучок ялтинский. Больше ничего добавлять не надо, можно посолить. Чуть-чуть перца можно. Подал такие помидоры. Гости попробовали, говорят, боже, откуда ты взял настоящие помидоры? А ты говоришь, ну вот там-то и там-то. Говорят, мама родная, сколько же я представляю они стоят? Ты говоришь, 500 рублей килограмм. И вот тогда твои гости удивляются. Ну, у кого есть тандыр, очень хорошо в тандыре можно все это делать. Много вкусностей. Цыплята, любушек в тандыре. Сами готовите? Нет. За большим исключением, если уж становлюсь, могу там шашлык сделать. Какие песни вы считаете удачными дачными песнями? Весь репертуар у Радио Дачи потрясающе подобран. И мы в этом числе тоже как бы, то есть нет, мы в этом тоже постарались. Знаете, как бывает, идет, так учим. Хорошее настроение. И у других сразу. Запомните, смех без причины, признак дурачины. Поэтому, в общем-то, с хорошим настроением нужно вести себя тоже осторожно. Если ты все время находишься в хорошем настроении, это проблема. Нет, это проблема. Конечно. Это Ксанекс. Уже действует. Ну, вообще, всегда это честно, если говорить серьезно. Могла бы пошутить, что по своей нет. Все делаю под Фрэнка Синатра. У меня полная коллекция, и не одна. Везде, где я живу, у меня полная коллекция всех песен Фрэнка Синатра. И я ставлю его на громкую все диски, и под это дело поливаю, хожу, копаю, еще что-нибудь делаю. Представьте, под какую песню вы готовы провести время на приусадебном участке? Например, там, прополоть грядки или посадить картофель? Ни под какую. Нет, я вообще не готова. И я, честно, призналась маме своей, когда она, ну, ей нравится огород, она там когда-то сажает, делает. Я сказала, что, мама, я тебе не помощница, потому что, я считаю, на даче надо отдыхать. И, ну, есть люди, которые испытывают от этого удовольствия, а я нет. Я мне вот как-то, ну, мне все равно, я считаю, легче пойти купить, там, не знаю, в соседнем, на соседнем рынке, там, за 6 километров в поселке приехать, купить какие-то огурцы у тех же бабушек, которые продают. Ну, чтобы сами, ну, не знаю, это я просто такой человек. Поэтому, я считаю, надо отдыхать, и я против того, чтобы полоть на даче грядки. Слушайте, достаточно включить радиодачу, и там полный тот набор песен, который вдохновляет не только на физический труд, но и на расслабление, и на встречу с друзьями, и на отмечание всевозможных праздников. Просто шикарная радиостанция, молодцы, прям так держать. С вами было креативное издание Fashion Concert, и я, Катерина Цыганкова. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и не забывайте, что дачный сезон уже открыт. С вами был Игорь Негода.